привет друзья сейчас мы покажем как мы пересаживаем помидор в грубо и по задавалась неоднократный вопрос о том что из при покупной земле вода быстро испаряется в этих горшках дамы это было правда мы но тестировали мы во многих субстрактах растили отдельно мы использовали по отдельности агроперлит вермикулит использовали просто покупку покупную землю и кокосовый субстракт также все по отдельности потом мы скажем так как нам показалось мы нашли универсальный субстракт сделали мы скажем называемые супер смесь скажем так мы добились того то что земля точнее вода не токсина испаряется в этих горшках ткани то есть мы смешивали изначально смешали вопросов кокосовый субстракт с такой покупном грунте то есть мы использовали 30 процентов субстракта кокосового смешивали 70 процентов земли и тем самым так как кокосовый субстракт держит хорошо воду и смешав ее землей вода не так быстро испаряется и растишкам это довольно таки очень нравится теперь покажем как мы это делаем преимущество еще горшков тканевых рубах они подгибаются то есть допустим у нас есть размеры от литра до 350 вот этот горшок на 5 литров чем нравятся горшки грубая то что можно использовать есть такой маленький момент методом подката то есть мы длину уменьшили и сейчас мы насыпем землю по дальнейшем покажем как в чем личное преимущество вот мне нравится на земле уже смешана была кокосовый субстракт 30 процентов и 70 процентов земли покупной в этой покупной земле был уже агроперлит процентность я не знаю смешивания но вот такую такую землю мы используем и добавляем просто кокос сейчас как это происходит у нас пересадка этих наших растишек эти растишки были с выращены выращены на точнее под фито диодами они говорится не видели белого цвета этим растишкам сейчас ровно месяц были посажены 28 февраля сейчас 28 марта сейчас мы пересадим тут у нас 6 разных видов помидор мы посадили тут есть московская звезда вот эти вот большие растишки балконный красный черри черный цифамандра через золотой мы уже пересадили и вот мне нравится балконное чудо отлично себя зарекомендовал помидоры низкорослые хорошие водики маленькие отличные вот смотрите как пересадили залили мы изначально водичку чтобы земля больше размягло теперь смотри сюда покажу делаем тут такую луночку будем пересаживать по 2 по 2 растишки чем мне нравится что пересадка идет элементарно в эти горшки то что просто взял ком и в эту скажем луночку засыпал уже засыпал положил все он уже пересаженный но себе себя хорошо хорошо приживается тоже такой хороший поделим его так вот рядышками вот пять шуков буквально пару секунд и растение у нас находится в новом месте о чем я говорил то методом подката горшки рубах мне очень нравится то что вот мы и подкат сделали по мере роста все знают что помидоры как говорится окучивание идет чтобы как корневая система это высокорослая вот этот именно софт московская звезда мы выращивали томогу в теплице у нас она превышала рост более двух метров да и мы его выращивали на гидропонной системе на гидропонной системе да мы были очень удивлены именно сам метод на ядропонике мне не очень понравилось именно этот сорт потому что он высокорослая подвязки на то есть действительно было неудобно в этом году я хочу протестировать их на грубах как они растут вот этот метод подкатки то есть дает нам возможность по мере роста самого корневой системы чтобы он не падал когда будет скажем так высокий он мы подсыпаем землю и просто так грубах поднимаем тем самым у нас корневая система хорошо будет укреплена да и потом говорится будем выше 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 и мы тем самым выдавать сильнее чтобы корни-корни разрешались по бокам вот так вот скажем мы будем поднимать когда он уже будет побольше кустик вот то мне нравится в грубах метод подката вот это вот так вот мы сейчас все пересадим все эти растишки потом мы замешаем корневин чтобы они лучше прожились не было у них стресса особого все потом замеряем померяем замешаем но это в принципе думаю показать не будем не столько интересно а а вот что еще большие грубани этот у нас на 18 литров из него так как допустим как бы и но не рационально будет садить один допустим какой-то куст большой да то есть можно посадить вот три четыре пять кустов помидоров опять же то есть методом подката моду довольно довольно-таки широкая опять же делаем подкат вот скажем так у нас получается клумбочка своего рода то есть если вы сверху посмотрите сверху зайди то есть вот у нас есть большое пространство для того чтобы посадить 1 2 3 4 5 допустим кустов и опять же так же самое методом подката по мере роста растений мы просто будем поднимать сам ободок горшка до тех пор до тех пор чтобы антивая система хорошо укреплена вот этой же методом окучивания земли то есть когда вот допустим большой горшок используется на 350 литров мы его тоже хотим протестировать опять же будем его тестить методом подката тем самым нам что даст экономить место непосредственно посадочное на огороде и там в домашних допустим условиях или в теплицах это будет я считаю это очень большой привилегий этих тканевых горшков и тем самым что корневая система дышит вокруг 360 градусов проветривается тем самым хорошо корневая система обогащается кислородом вот как бы так вот друзья что хотел рассказать в следующем видео потом мы точнее мы будем тестировать два удобрения органику ферти микс и минеральное удобрение стимула тут содержание нпк 50 10 20 это на минералки это вообще на данную для декоративно-лиственных растений как бы не знаю ну в принципе в том году мы проверяли да но довольно таки хорошо себя тоже за как за карьеру зарекомендовала показала что смотрят что на дешевле дешевая я был влюблен она хорошая скажем так а вот это ферти микс тут содержание нпк азота 7 фосфора 7 калия 7 плюс микроэлементы ну я ваще не столь тестировал вот это хочу провести некий опыт на минеральном удобрении и на терти микси так что так вот друзья давайте поставим лайк пальчик пальчик чтобы хорошо росли наши растишки в игру багах и пишите комментарии по поводу что вы думаете о том что то скажем так вот создать еще какую-то определенную универсальную землю для конкретно субстракта для горшков чтобы вода сильно не испарялась может какие-то есть определенные пропорции может вы сами какие-то знаете скажем так супер смесь какую-то как-то сделать личного опыта допустим я буду очень рад любому комментарию ну вот так вот друзья все всем хорошего урожая я 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